Вечер памяти Михаила Конькова Город над Богом для Михаила Конькова стал больше, чем просто вторая родина. Здесь он творил, созидал, открывал и, конечно же, любил. Так, как может любить только художник, для которого весь мир – палитра. Он любил место, где жил. Вообще он умел любить все. Вот он, если любил, то любил. Людей тоже. Моих родителей очень хорошо относился. Я никогда не слышала, чтобы он как-нибудь грубо сказал, какой голос повысил, пусть на маму свою когда-нибудь или на моих. Ибо они родители его любили. Вот это, наверное, как-то это есть у человека или нет, но у него это было. А еще у Михаила Конькова была неуемная жажда жизни, которая воплотилась в его работах – светлых и теплых, ярких и дерзких. Такой стала и нынешняя выставка, которой дали название «На струнах души». В представленных работах каждый для себя открывал и продолжает открывать своего Конькова. То, что оставил он нам у наследства, то, что он сделал за эти годы, сложно переоценить. И художник, и человек, и семьянин, и общественный деятель. Здесь все в его судьбе было и воплотилось по-доброму. Я больше, видимо, его знаю как человека, дела, то есть светского, не художника, не человека, приданного кухне. Это человек ртуть, человек, это садь борьбы. Ну и в работах они очень эрогичные, они разные, они эмоциональные. Так что Миша был разный, как утро, вечер, день и ночь. Ну а каждый, кто что хочет, тот и увидит в работах. Они же главное, чтобы они затронули именно струны человеческие. А струны человеческой души мастер задеть умел. Равнодушных к его картинам и работам нет. И это главный показатель таланта – умение вызвать эмоции. Все творчество Михаила Корниловича подчинялось душевным порывам художника. Он по-своему видел мир, по-своему ощущал его, и по-своему выложил этот мир на полотна своих работ. И все же главное наследство, которое оставил Михаил Коньков – это его ученики. Талантливые мастера и творческие люди, в которых мэтр разглядел энергию и жажду созидания. Главное дело, которое он сделал в своей жизни, он привел буквально за руку многих молодых художников в творчество. И сегодня они уже сами стали профессиональными художниками и продолжают дело Михаила Корниловича. И за это ему огромное спасибо.